Реформы, которых парламент требовал еще в начале 2016 года, наконец-то начали появляться в планах чиновников. Спустя почти полтора года в Министерстве экономики поняли, что бизнесу нужны льготы и послабления. В противном случае ждать, что в регионах появится производство, бессмысленно. В связи с этим чиновники разработали программу поддержки производителей. Правда, чиновники решили ограничить бизнесменов в выборе мест для развития производства. Не все населенные пункты попадут в список, а только те, где совсем нет производства. Таких сел в Кыргызстане достаточно. Более 80% Айлок-Мюту живут за счет дотации госбюджета и сами практически не зарабатывают. Налоговые льготы будут выдаваться на срок до пяти лет с правом их продления. Эта программа станет хорошим толчком для развития сельских регионов и создания новых рабочих мест. О том, что по-другому регионам не выжить, правительству уже давно говорили их оппоненты – оппозиционные депутаты. Идея, которую правительство сейчас активно старается представить в качестве собственной, была разработана партией Республика Таджурд еще два года назад. Стратегия поддержки регионов неоднократно презентовалась и депутатами от этой фракции. Чтобы помочь вам, мы вносим очередной законопроект о строительстве новых предприятий, будь то переработку от сельхозпродукции, производство цемента, кирпича. Мы предлагаем законопроект об освобождении таких предприятий от налогов на срок от пяти до семи лет. На этот период новое производство полностью освобождается от всех видов налогов. Когда открывается новое предприятие, первым делом нанимают бухгалтера, так как нужен специалист, знающий налоговый кодекс. Но бухгалтер не приносит доход компании. Это лишняя нагрузка, а инженер или технолог приносят доход. В сегодняшних компаниях много бухгалтеров, потому что приходится иметь дело с налоговой службой. Мы должны это исправить. Вместо того, чтобы плодить бухгалтеров, нужно брать на работу инженеров и технологов. Вот тогда начнете выпускать качественную продукцию и начнете экспортировать ее. Эксперты говорят, внедрять эти принципы нужно было давно. В случае создания необходимых условий приток инвесторов не заставил бы себя долго ждать. По оценкам экспертов, активно развить регионы можно всего за несколько лет. Главное, чтобы государство обеспечило внешним и внутренним инвесторам защиту и поддержку. Весь мир так развивался. Китай, вот Дэн Сяопин, когда его реформы приняли, развитие Китая произошло именно таким образом. Сейчас нам демонстрируют Куба и Вьетнам, законы о концессиях там работают. А иностранным инвесторам или местным инвесторам даются налоговые послабления, каникулы, особенно в дотационных регионах. Им позволяется на 5, на 15, на 20 лет освободиться от налогов. Им ставится, без проблем отводится земля, строятся коммуникации и позволяется работать без оплаты налогов долгий период времени. Через определенное время, достаточное время, где-то год, два, три, уже придут крупные инвесторы, которые вложатся в экономику дотационных регионов. Инвесторам могут быть как наши, внутренние, так и внешние. Как скоро Кабмин сможет начать реализацию планов по поддержке бизнеса, пока неизвестно. Сами чиновники обещают, что первые результаты будут уже осенью. Игорь Потанин, Эрмек Азизов, НТС.